В Восточном Казахстане крестьяне, пострадавшие от набега волков, просят о помощи. Хищники истребили половину отары. Фермеры приобрели овец в кредит и теперь не знают, чем его отдавать. Сайлоубек Сабитов вместе с ветеринарными инспекторами и работниками своего крестьянского хозяйства обходит округу в поисках уцелевших овец. После нападения волков из 300 голов в его отаре осталось ровно половина. На утро 50 нашли растерзанными, еще 50 ранены, а вот третий овец словно в воду кануло. Сайлоубек надеется, что они уцелели. Уже больше 20 лет мы здесь свой скот пасем. Ни разу волки не нападали, а теперь даже не знают, что делать. Эти овцы были куплены в кредит по государственной программе поддержки села. А теперь и баранов нет, и кредит выплачивать придется. Но даже если овец найдут, совсем не факт, что их отдадут владельцу. Нетронутых волками баранов ветеринары вакцинируют, а вот раненые безоговорочно подлежат уничтожению. Главная задача ветинспекторов сейчас – не допустить, чтобы такое мясо попало на столы к людям. На всякий случай всех овец в селе обследуем и вакцинируем. Людей убеждаем, что раненых овец прятать нельзя, а необходимо уничтожить, потому что в слюне волка содержится много опасных бактерий. А в областном центре Восточного Казахстана тем временем создают комиссию по расследованию инцидента. Нужно выяснить, что спровоцировало волков на такое поведение. Ведь Тарбогатай – животноводческий район, и если стая будет продолжать охоту, ущерб трудно предсказать. Поведение может быть обусловлено болезнями, природными катаклизмами или просто антропогенными факторами, допустим, факторами беспокойства. По мнению специалистов, возможно, волков спровоцировали на это поведение сами люди. Возможно, кто-то из сельчан напугал или ранил щенков, и стая отомстила. Остается надеяться, что серые на этом остановятся. Ведь ущерб, который понесло крестьянское хозяйство Сайлаубека Сабитова, по примерным подсчетам, составляет от 5 до 7 миллионов тенге. Тимур Ермашев, Антон Сергеенко, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточный Казахстан.